Завтра состоится первая сессия Госсовета Республики после летних каникул. В повестке дня 29 вопросов. Председатель Юрий Попов считает, что заседание может продлиться не один день. Вопросы, которые вызовут бурное обсуждение, сегодня озвучили на брифинге, посвященному началу парламентского сезона. Первым вопросом в повестке 32-й сессии станет назначение председателя Кабинета Министров. После внесения главой Чувашии кандидатуры Ивана Маторина она обсуждалась на заседании Президиума Госсовета. Из 10 членов Президиума 8 поддержали, 2 воздержались, потому что, как вы знаете, Президиумы у нас члены других фракций, руководителей. Поэтому они говорили, что будут встречаться непосредственно с кандидатом. Он человек такой, вы все хорошо знаете, спокойный, взвешенный, в политику он никогда не вмешивается, занимается все время только экономикой. Поэтому на сессии посмотрим, нет, наверное, сомнений, поддержат его кандидатуру. Корректировки будут внесены в закон о республиканском бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов. Доходы Чувашии, это более 36 миллиардов, выросли по сравнению с первоначально утвержденным значением на 10,2%. Расходы составили более 40 миллиардов рублей, также с ростом на 10,5%. В итоге дефицит бюджета уменьшился на 154 миллиона рублей. Куда мы еще направляем деньги? Мы по-прежнему вкладываем в спорт. Это 191 миллион рублей. С начала года 410. Мы наконец-то вкладываем 30 миллионов на строительство хирургического корпуса в онкологическом диспансере. Вопросы, проблемы, которые зрели много лет. Откладывали, тянули. Получили согласие на то, что федеральный центр нам добавит тоже чуть-чуть. И надеемся, что этот процесс будет двигаться. Вопрос очень острый. Мы закладываем 10 миллионов рублей на строительство средней образовательной школы с перестроем помещений для дошкольных групп в борьбу с судьбой в Комсомольском районе. В республике увеличатся налоговые сборы на имущество физических лиц. Принятие закона обусловлено тем, что имущество, которое граждане приобретали для собственных нужд с 2013 года, ничем не облагалось. Обязательная инвентаризация была отменена, а кадастровые расчеты проведены не были. Теперь налоги будут рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Если брать за базу обычно на комнатную квартиру, площадью это 43 метра, живет один человек, там есть вычеты налоговые, 20 метров с каждого жилья, с каждого, независимо от того, сколько объектов у человека, то с 23 метров идет за расчет. Если по старой схеме брать, это получалось 620 рублей, по новой схеме 853. Также на рассмотрение депутатов будет предложен новый законопроект о промышленной политике в Чувашской республике, который призван регулировать взаимоотношения властных структур и представителей экономической сферы. В социальной сфере законодатели обсудят увеличение прожиточного минимума для пенсионеров. Подробности о сессии госсовета смотрите в завтрашнем выпуске новостей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.